Июль 41-го. Дни отступления, тяжелых потерь, горьких испытаний. Фашисты уже заняли Минск, Ригу, Каунас и продолжают наступать в трех направлениях. На Ленинград, Москву, Украину. В июле 41-го бои шли на фронте протяженностью в 2000 километров. На Ленинград нацелена треть всех фашистских войск. Наши бойцы встречают гитлеровцев на оборонительных рубежах под Лугой и Гингисеппом. Идут бои у озера Ильмень. Под руководством партийной организации, возглавляемой товарищами Ждановым и Гузнецовым, готовится к обороне Ленинград. Ленинградцы первыми создают народное ополчение. Город Ленина, город революции, не будет отдан врагу. На юге тяжелые оборонительные бои идут под Киевом. Героически сопротивляются защитники и жители Одессы. Больше двух месяцев держится город. На центральный участок фронта враг бросает главные силы. Фашисты намереваются группой армий «Центр» окружить и уничтожить советские войска в районе Смоленска и двинуться на Москву. Здесь происходит самое большое и упорное сражение первых месяцев войны в Смоленское. Советских войск вдвое меньше. Не хватает боевой техники. Наши командования срочно перебрасывают резервы и части Красной Армии прямо с ходу вступают в бой. На Смоленской земле рождается наша гвардия. Впервые испытана в бою русская «Катюша». Несмотря на стойкость, мужество, самоотверженность советских солдат, после непрерывных тяжелых боев оставлен Смоленск. На пути врага к Москве встают армии резервного и западного фронтов, 12 дивизий народного ополчения Москвы. Идет упорная, изнурительная борьба, изматывающая силы вермахта. 30 июля Гитлер издал директиву, приказывающую группе армии «Центр» перейти к обороне. Это был удар по идее Блицкрига. Смоленское сражение дало нам выигрыш времени, возможность перегруппировки сил, создания и подтягивания резервов на дальних подступах к Москве.